Жаловаться можно. Продолжает работать народная приемная Саратов-24. О самых вопиющих проблемах мы рассказываем в эфире, а полный перечень обращений будет опубликован в ближайшем выпуске газеты «Провинциальный телеграф». Он появится в продаже уже во вторник. Ко мне присоединяется дежурный народной приемной. На этой неделе это Роман Вазан. Рома, здравствуй. Расскажи, на что жаловались телезрители. Здравствуй, Полина. Жильцы 8-го дома, что по электронной, это в Саратове, рассказали, что во время капитального ремонта крыши затопила их квартира. Рабочие не успели справиться до дождей, и горожанам пришлось бегать с тазиками и ведрами. Просат теперь жильцы наказать этих специалистов и управляющую компанию. Саратовцы записали своих детей, которые обратились к спикеру Госдумы. Юные жители улицы Ивантийская попросили у Вячеслава Володина асфальт и новые тротуары к учебному году. Вы способны на невозможное. Вам даже удалось отремонтировать многие дороги и тротуары. Мы мечтаем, чтобы и наша улица Ивантийская в Волжском районе стала такой же удобной, как другие улицы в городе. Но пока кажется, что про нее все забыли. И нам очень обидно. Ведь по этим ямам мы едем в школу, идем в магазин или на автобусную остановку. Елена Пересунькина рассказала о жестоком обращении с животными. Говорит, в доме по улице Карьерная 2В живет молодая пара. Якобы издевается над собакой, которую поселили у себя на балконе. Ни еды, ни воды не дают четвероногому, жалуется горожанка. Михаил Рулев рассказал о горе рабочих на одной из дорог. Они закатали ливневки в асфальт. Говорит, в Саратове таких участков, к сожалению, немало. Спасибо, Роман. Полный отчет о жалобах телезрителей читайте в новом выпуске газеты «Провинциальный Телеграф». Он появится в продаже в ближайший вторник. А мы ждем от вас новые обращения. Если есть возможность их проиллюстрировать, мы будем только рады.